В барнаульской семье Мерцаловых четверо детей. Андрей работает на СТО, Ольга сейчас в декретном отпуске. Оплатить квартиру площадью 60 квадратных метров для них трудно. Семья с невысоким доходом. На помощь пришло Минсотзащиты, выделила субсидию, которая компенсирует практически всю стоимость коммунальных услуг. Во-первых, выросли тарифы на коммунальные услуги. Во-вторых, я нахожусь в декретном отпуске, поэтому тяжеловато. Поэтому пришлось обратиться за субсидией. Оплата за коммунальные услуги у меня получается вместе с учетом электроэнергии около 7 тысяч рублей. Ну и субсидия у меня получилась сейчас почти 6 тысяч, то есть доплачиваю в районе 1000-1100. Получить помощь могут малообеспеченные граждане, у которых стоимость коммунальных услуг выходит неподъемная. На нее имеют право только собственники жилых помещений, наниматели по договорам найма, члены жилищных кооперативов и граждане, проживающие в государственном или муниципальном жилищном фонде по договору соцнайма. Размер субсидий рассчитывается индивидуально. Это зависит от типа жилого помещения, состава семьи и доходов. Кстати, доход — это не только заработная плата на официальном рабочем месте, но и все дополнительные средства, которые получает семья. Стипендии, пенсии, оплата за аренду сдаваемого жилья и другие. Чем ниже среднемесячный доход, тем выше размер выплаты. Заявление на финансовую поддержку можно подать на портале госуслуги. Там же уточнить весь перечень необходимых документов. Порядок подачи и обращение за субсидий аналогичный с порядком подачи заявления на иные меры социальной поддержки. То есть это через многофункциональный центр предоставления госуслуг, либо через единый портал госуслуг. Заполняйте форму заявления и дальше мы уже рассматриваем. Услуга предоставляется на шесть месяцев. Затем можно подать заявление повторно. Кстати, в этом году финансовую поддержку в Барнауле получили более 39 тысяч семей. Полина Бурнашова, Роман Хайрулин. Новости.